В школе в Ростове родители возмутились школьными поборами. Скандал со школьными поборами разгорается в Ростове-на-Дону. На родительском собрании папам и мамам настоятельно посоветовали сдать к 8 марта 2500 года рублей на подарки классному руководителю, директору и на праздничный стол для детей. А тем, кто не сдаст, предложили освободить место, ведь в престижной школе многие хотят учиться. Накал дискуссии свидетельствует о том, что школьные поборы как были, так и остаются острейшей темой. Фото Виктор Драчев, ТАСС. Об этом рассказала анонимная родительница в новостном городском паблике. Инициатива была, скажем сразу, ни учителей, ни администрации школы. Идея сдать деньги, если судить по сообщению в соцсети, принадлежит третьему родительскому комитету. Весть о поборах не провисела все те часы, а уже последовал шквал ответных эмоций, свидетельствующий о том, что ситуация знакома многим. Случаем заинтересовалась областная прокуратура. Как рассказала старший помощник прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации Оксана Сухарева, будет организована специальная проверка. Учитель ударил смоленского школьника за неумение рисовать. Инцидент произошел, как уверяет автор сообщения, в знаменитой школе номер 115. Почему знаменитой? Школа новая, открылась всего два года назад в самом молодом районе Ростова. Рассчитана она на 1400 человек. Это одна из самых больших школ на юге страны. Да и оборудовано учебное заведение по последнему слову техники. Казалось бы, здесь такие старые грешки, как поборы с родителей, не приживутся. Но не могут цифровая лаборатория и электронные микроскопы, которыми оснащена эта суперсовременная школа, существовать в одной реальности с необходимостью позолотить ручку учителю. Полторы тысячи предложили внести на подарок классному руководителю, 500 директору и еще 500 на праздничный стол для учеников, поясняет анонимный автор. 2500 с одного получается. Уточнять класс не буду, узнают за клюют. Мне кажется, это очень дорого, и я об этом сказала. Мне ответили, освободите место для желающих. Знаете, сколько хотят тут учиться? Мы обычная семья, дети и нас двое. И в сад тоже будем брать подарки, но мы не миллионеры. Социальные сети разразились гневными комментариями. Большинство делится похожими ситуациями. Нам классная заказывала браслет золотой на 8 марта и шантажировала тем, что три предмета у нас ведет. В итоге мы подарили ей вазу за 1500, и все. Все предметы сдали. Мы учимся в другой школе, но с 1 сентября слышим от учителей, что надо сдать на подарок директору и прочее. Я не сдаю. Я плачу налоги, все остальное не мои проблемы. А у нас учительница начальных классов заявила, я люблю, когда мне дарят духи и золото. 2500 рублей это дорого. Мне ответили, освободите место для желающих. Другие родители пытаются защитить учителей, но в то же время предупреждают, что, если не сдать деньги, может начаться травля ребенка. Причем тут директор и учитель. Они, наверное, даже не подозревают о таких поборах в классе по инициативе родительского комитета. Родительский комитет сбрендил. Наверное, класс мажоров собрался. Для них это сумма сущая копейки. Впрочем, и... О! Директора школы номер 115 Нина Янковская считает, что у них никаких поборов нет. На Кубани директор школы получала зарплату за мертвую душу. Я видела эту информацию, говорит она. Мы провели внутреннее расследование, она не подтвердилась. Есть только вброс в социальную сеть. Могу предполагать, что это провокация. На собрании сотрудники школы высказали мысль, что эту информацию мог придумать сам администратор группы в соцсети. Ведь чем больше подписчиков, комментариев, тем больше он может заработать. Наши учителя не берут подарков, и праздничные столы для них никто не организовывает. Мы вообще против каких бы то ни было подарков. Сейчас даже в букетике цветов можно при желании найти коррупционную составляющую. А праздничный стол для детей, пожалуйста, но только на усмотрение родителей. Оснащена школа так, что нам просто не требуются никакие дополнительные средства, тем более от родителей. Я сама написала в этой соцсети, обратитесь ко мне, напишите личное сообщение, я готова во всем разобраться. Я жду, что мне ответят, но пока никто не обратился. Пытались собрать деньги с родителей в 115-й школе или нет, пусть разбираются правоохранительные органы. Однако накал дискуссии свидетельствует о том, что школьные поборы как были, так и остаются острейшей темой. Даже если учебное заведение оснастить, как космический корабль, детей в нее будут водить обычные родители, сказал социолог Михаил Розенблит. И кому-то захочется, чтобы их отпрыски были ровнее других, значит, будут попытки сунуть учителю дорогой подарок и опозорить тем самым и школу, и педагога. Давать на лапу должно быть так же стыдно, как и брать. Мать правильно сделала, что рассказала о ситуации. Кстати, в тех случаях, когда происходит требование денег, это вымогательство, плюс еще и мошенничество. Существует несколько инстанций, в которые не только можно, но и нужно направить жалобу. Прокуратура, полиция, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, общество защиты прав потребителей образовательных услуг, городской комитет, департамент образования, администрация района, в которой есть отделы, курирующие образовательные заведения. Надо понимать, что если деньги требует учитель, а не директор, то для начала стоит обратиться к директору школы. Естественно, жалобу надо подкреплять доказательствами. Поэтому родителям стоит фиксировать переписку, записывать видео или аудио родительских собраний, переговоров, сохранять расписки и прочие свидетельства нарушения закона. Уголовная ответственность за поборы может наступить по статьям 136, 163, 286 УК РФ. В лучшем случае наказанием станет штраф в 80 тысячах рубль, в худшем 4 года лишения свободы. Общество образования филиала РГЮК России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону.